привет друзья мы начинаем наш четвертый тренировочный день по курсу 3d ягодиц и сегодня мы начнем достаточно интенсивную разминку вы встаете по коврику к началу коврика правую руку наготове держите делаете шаг левой ногой в сторону разворачиваясь прям в длину по отношению к коврику сгибаете обе ноги и правой рукой тянетесь к левой стопе обратно возвращаетесь правая нога остается левая нога шагает и мы делаем вниз на выдохе вниз как будто прям проваливаясь хорошо растягивая правую ногу с внутренней стороны стараясь удержать правое колено направленным по направлению стопы не не заваливайте коленку сюда удерживаете ее максимально направленной стену вниз наверх четыре раза 2 и 4 все то же самое в другую сторону стали две ноги параллельно друг другу левая рука будет тянуться к правой ноге соответственно правой ногой шагаем вниз на выдохе хорошее упражнение разогревает тазобедренные суставы растягивает приводящие мышцы дает возможность тазу повращаться вокруг бедра мы удерживаем параллельно с этим колено и запускаем с вами немножко спиральную линию за счет того что мы рукой закручиваемся к ноге три раза 3 2 и еще один отлично теперь берем стул он нам нужен будет так немножко для поддержки просто чтобы опять не терять баланс вы встаете чуть подальше от него так чтобы у вас корпус был под небольшим углом к горизонту сгибается слегка левое колено и начинаете тянуться правой коленкой как будто за голени со свою в сторону туда при этом левое плечо будет поворачиваться вверх прям закрутить себя полностью из этого положения ваше правое бедро правое колено потянется в потолок вы полностью развернетесь наружу а потом плавно опустимся вниз и снова выдох правое колено вверх и медленно опускаемся вниз позволяет как будто тазу закрутиться копчик и седалищная кость максимально смотрит наверх спина поясница плоская вы уже должны научиться понимать где у вас плоская спина и в какой момент она у вас может вот здесь сгибаться от этого быть не должно так кокетливо тазом назад правой ногой наверх когда правое колено уходит наверх позиции не самая кокетливая но очень эффективных для ягодиц для опорные ягодицы в частности в данном случае для левой приготовились еще четыре раза 1 2 и еще прям чувствуем как ваша левая ягодица взрывается буквально закипает и последний вниз и вверх поменяли ноги правая нога осталось стоять ровно все то же самое левое колено сейчас тянется вниз как будто за голень правое плечо поворачивается вверх стараемся правый бок удержать максимально длинным и отсюда левое колено начинает сразу подниматься в сторону раскручивая за собой по цепочке таз и обратно вниз опускаемся поворачивается левое колено вверх и вниз опускаемся помню о том что помимо прямой спины мы следим с вами за скоростью движения нас нет задачи сейчас двигаться инерционно к этому подойдем прежде чем нам начать двигаться инерционно нам нужно понять какими мышцами и как нам нужно управлять чтобы успеть поймать инерции и еще вниз садимся выдохом тянем левое колено в потолок раскрывая как будто между правой стопой и левой коленкой линию прям резиночку как будто растягиваем и опять вниз и выдох вверх делаем еще четыре раза 1 и 2 вниз вверх 3 и последний и вверх 4 отлично убираем стул то наша такая просто надежная опора стул помогает нам больше проработать ягодицы сейчас мы с вами будем делать такое балансовое упражнение вы встаете на левую ногу или нет на правую и на левую мы же сейчас в последний раз на правой работали стоим на левую ногу и тянемся правой стопой сейчас назад можно стать как я по центру коврика по его длине четко по серединке и начинаем тянуться правой ногой вправо за коврик возвращаетесь потом за коврик ногой как можно дальше назад вернуться и этой же правой ногой вы тянетесь диагональ тоже за коврик но легко коснуться пола вернуться такой полу баланс вы везде делаете касание называется то у тач касание большим пальцем и возвращаемся назад потянулись вернулись потянулись сохранив везде максимально длинные бока у вас не должна меняться длина талии она с обеих сторон одинаково длинная и вы стараетесь двигаться больше назад а не вниз да у нас нет задачи провалиться и сесть не путайте пожалуйста эти два движения движение назад и движение вниз абсолютно разные движения по-разному включают наши сами ягодицы возвращаемся и снова потянулись вернулись здесь хорошо будет включаться уже и бедро и ягодица и голень и стопа потому что это баланс в балансе всегда гораздо сильнее включается все ниже лежащие сегменты мы делаем еще круг этот заканчиваем и еще один такой же круг вправо назад максимально ровный позвоночник четко назад по прямой и влево назад отлично и поменяем многих у меня прям очень хорошо на пригласи годится дорог другая нога на правой стоим левой ногой тянемся влево в диагональ потянулись и вернулись левой ногой четко по центру коснулись вернулись бака ровные туда возвращаемся назад вернуться опять же смотрим за своей соосностью таз колено стопа мы стараемся их максимально удерживать на одной оси чем больше нога влево в одноименную сторону тем проще выдерживать эту ось чем нога больше уходит как сейчас тем сложнее и не не надо здесь пытаться и полностью удержать но и не смотрит не делайте пожалуйста вот таких вот движений берегите свои стопы и колени четко назад сторону хорошо отклоняясь и еще 1 2 последний круг потянулись в сторону назад далеко и еще сторону закончили сейчас мы делаем с вами еще одно мощное движение вы стоите ноги снова у вас стоят параллельно друг другу в стороны мы садимся с вами в плие как мы делали в начале на руки будут параллельно полу двигаться влево присели и встали максимально прямой позвоночник и возвращаетесь прямой позвоночник и возвращаюсь прям повернуться и за правой рукой как будто продолжить вытяжение вы себя прям разгоняете старайтесь сесть пониже раскрыть хорошо правый тазобедренный сустав то есть ту ногу которая остается на полу стоять постоянно выдох вдох вдох вернуться выдох вниз вдох вернуться еще 3 2 и 1 поменяем на левой ноге остаемся стоять и левая рука будет тянуться делаем шаг правой ногой вернулись снова вернулись правая нога и левая рука тянется в диагональ закручивает за собой грудной отдел ваш растягиваете левую ногу с внутренней стороны бедра их восемь девять десять два раза один присели и последний два присели чуть-чуть восстановим дыхание и перейдем с вами к снова более плавным движением так называемым движением трансляции таза этого мы еще с вами не учили у нас до этого были все движения мы все делали назад все мы тянулись тазом назад тянулись с тобой назад сегодня мы с вами разучим движение вперед но пока только маленький кусочек этого движения полноценного вы встаете ноги ставите на ширине тазобедренных суставов но достаточно длинную разножку такой длинный шаг левая нога будет впереди корпус вытянут и вы начинаете тянуться коленом вперед как будто хотите коленом за носок перейти вот это вот не бойтесь этого движения сейчас вы тянетесь колено вперед и корпусом прям своей грудью как будто хотите потянуться тоже вперед представляете что у вас натягивается вся задняя поверхность бедра и годится чтобы вас здесь в этом положении удержать и потом отталкиваясь пяткой возвращаемся снова вы всем телом как будто наваливаетесь на свою ногу сохраняя прямой позвоночник и отсюда право левой стопой отталкиваясь возвращаетесь вверх можно потянуться руками вперед и немножко вверх под 45 градусов это поможет удержать ровную спину и вернуться таз при этом должен остаться строго ровно не разворачивается вот туда таз проверьте пожалуйста чтобы ваши подвздошные косточки обе смотрели четко вниз и возвращаемся если у вас включается передняя поверхность бедра больше чем ягодицы или задняя значит у вас скорее всего вот такое движение происходит коленка вы тянетесь вперед а корпусом почти не наклоняетесь попробуйте как будто дотянуться максимально вперед с таким с переносом веса на левую ногу полностью с правой ноги на левую для нас движение вперед должно быть максимально более комфортным чем движение назад потому что это движение все переносы веса тела вперед для нас естественно мы всегда движемся по жизни вперед но именно в упражнениях это считается более сложным при выполнении корректно движение еще вперед руками потянулись вернулись и уже чувствуем свою ягодицу хорошо стопой отталкиваемся от пола два раза руки вперед и вверх один руки просто задают направление и 2 поменяем ноги правая останется впереди левая останется на носочки сзади вес распределен изначально между двумя ногами и вы начинаете тянуться коленом правым вперед как будто немножко отталкивая себя левой ногой переносите вес на правую ногу и возвращаетесь снова потянулись перенесли вес тела и вернулись и опять вы как будто таз перекручиваете через бедро и обратно возвращаетесь он таз смещается и поворачивается а потом обратно разворачивается одновременно с этим смещается обратно в пространстве он меняет свое положение это важно это даже смещение в вперед она уже заставляет ягодицу работать но здесь важно почувствовать и поймать эту работу попробуйте сконцентрироваться и еще делаем 4 вперед дотягиваемся 3 пяткой обратно выталкиваем себя 2 потянулись вперед и последний вперед и назад вернулись теперь мы сделаем то же самое но добавим еще дополнительно фронтальную горизонтальную плоскость сразу сделаем в трехмерном пространстве это упражнение и получат почувствуете лучше возможно это движение даже вы начинаете также тянуться коленом тянутся тазом вперед перекидывая но правой рукой вы потянетесь вниз под 45 градусов сохраняя длинным левый бок что вас таз как будто немножко сместиться влево и отсюда вернемся обратно представьте что вот кто-то тянет за руку вы туда до идете а потом возвращаетесь еще потянулись и отсюда можно вытащить человек еще потянулись вниз вперед и выдохом вернулись снова спина ровная таз хорошо уходит вверх по диагональки назад обязательно возврат через пятку делаем вниз колено согнули и обратно колено у нас уходит четко остается над носком слишком далеко вперед не уходит если вы увидите сейчас колено больше за носок то скорее всего вы включите больше переднюю поверхность бедра в этом нет ничего страшного как бы это ни казалось и не звучало что колено за носок увели что-то плохо случилось нет если в это движение контролируйте нет ничего страшного еще один раз повторяем и поменяем ноги отличных на правой ноге теперь стоим левая нога также чуть назад мы начинаем смещать вес тела вперед переносим вес на пальцы пятка касается по мы тянемся левой рукой по диагонали влево и отталкиваясь пяткой возвращаемся снова потянулись и вернулись обязательно снова вниз наверх таз уходит в сторону таз получается закручивается за рукой правый бок длинный все вместе мы все включаем наши ягодицы вынуждены контролировать это сложное движение много плоскостное и ей нужно включаться таким образом сильнее еще делаем четыре три потянулись снова 2 наверх и еще разочек вниз и наверх вернулись но теперь мы сделаем матрицу выпадов что это значит вы представляете что вы стоите в центре циферблата и перед вами 12 часов перед вами час два три 4 5 шесть у нас будут сейчас важными цифра 12 2 3 5 и 6 вот на эти цифры мы сейчас будем с вами наступать ногой правой значит на 12 у нас нога шагает правая вперед левая нога отрывается со стопа и мы приседая на правой ноге левой рукой тянемся вниз касаемся стопы при этом правое плечо максимально поворачиваем в потолок возвращаемся также ставим правую ногу по прямой стопа ровненько встает на два часа закручиваемся приседаем тянемся правым плечом вверх левой рукой вниз возвращаемся теперь на три часа приседаем на правую ногу левая нога отрывается в удобном положении правое плечо вверх левая рука вниз на пять часов теперь стопа будет уже смотрите разворачиваться под углом к относительно левой ноги то же самое мы приседаем вытягиваемся и здесь когда нога на шесть часов шагает вы приставите две ноги перпендикулярно друг другу и точно также тянетесь правым плечом вверх левой рукой вниз сохраняя максимально прямую спину по всем этим точкам мы теперь делаем пять кругов в одну сторону и потом то же самое с другой ногой делаем делаем быстро поехали раз вернулись два три пять шесть не забываем про то что правое плечо всегда наверх 2 3 5 и 6 это был второй круг еще 12 2 3 5 6 еще правое плечо вверх приседаем полностью на правую ногу сохраняем максимально прямую спину 56 и еще один кружок 1 2 3 5 и последний 6 отлично все то же самое в другую сторону стоим на правой начинаем движение с вами с левой ноги левая нога на 12 сгибаем колено тянемся левым плечом вверх правой на рукой тянемся к полу закручиваем хорошо позвоночник вернулись нога на 10 часов присели хорошо закрутили себя левым плечом вверх вернулись на газ ровно встает на 9 часов левое плечо вверх правая вниз и здесь стопа разворачивается на 7 часов потянулись левым плечом вверх вернулись и на 6 часов левая нога сгибается левое плечо наверх вернулись запомнили и 5 кругов поехали 12 10 9 7 6 и еще 12 10 9 7 6 продолжаем левое плечо наверх правая рука вниз позвоночник обязательно выводим скручивание 7 6 и еще два круга не сдаемся раз 10 9 7 и 6 последний круг 12 10 9 7 и 6 теперь мы садимся на коврик и немножко потянемся вы садитесь левая нога согнута в колене двумя руками обхватываем правую стопу и поднимаем ногу вверх если вы не можете сесть так чтобы хотя бы захватить свою ногу полностью прямой возьмите пожалуйста ремень пояс все что угодно можно йоговский ремень можно обычный от штанов и попробуйте вытянуться максимально грудью вверх растянуть правую ногу по задней поверхности бедра сохранив вес тела на седалищных буграх сидим восстанавливаем дыхание и теперь левой рукой обхватили себя за правую стопу правую руку уводим назад и пытаемся разогнуться максимально потянуться назад через правое плечо выдох закрутили вдох вернулись еще выдохом закрутили себя позвоночник вытянули усилили натяжение благодаря этому в левой ноге вернулись и еще разок выдох закрутились и вернулись поменяем ноги берем две двумя руками свою левую ногу левую ягодицу опускаем вниз обязательно если чувствуете что нужен ремень возьмите ремень не пытайтесь дотянуться во чтобы то ни стало держим здесь раскрываем грудную клетку пытаемся вытянуть позвоночник сесть на свершинку седалищных бугров правой рукой держим себя за левую стопу левую руку уводим назад как будто разгибаемся смотрим на левую ладонь свою увеличиваем степень закрутки позвоночника и возвращаемся еще выдохом закрутились вернулись и еще раз выдох закрутились и вернулись обе ноги складываем сейчас подошву к подошве руками отталкиваемся как будто от пола стараемся сесть максимально вертикально на таз если у вас таз находится в таком положении грудная клетка раскрыта это еще не ровно ваша задача прям почувствовать что вы сидите на косточках на ягодицах не на копчике она двух косточках прям под ягодицами колени раскрываем руками важнее оттолкнуться и вытолкнуть себя вверх не пытайтесь наклониться вниз наоборот наверх вытягиваемся вытягиваемся колени разводим пошире грудью тянемся вперед если чувствуете что здесь вполне себе нормально сидится не тянет то можно перехватить себя руками за стопы и локтями чуть-чуть уперевшись в голень ягодицами потянуться назад и попробовать животом притянуться к пяткам именно животом потянуться к пяткам не лечь вниз а просто живот положить пяточком тянутся потянутся раскрыть хорошо тазобедренные суставы свои покачаться потом можно расслабить голову плечи остаться в этом же положении и поискать те положения в которых вам особенно комфортно спине где вам хочется остаться побыть и раскрыть свои тазобедренные суставчики остались здесь и на выдохе еще чуть-чуть выпрямившись как будто подтянуть ноги под себя животом потянулись бедрам локтями надавите себе на голень раскроете хорошо тазобедренные и плавненько руками собираем свои ноги и радуемся что эта тренировка закончилась про